Для миллионов почитателей русской культуры и творчества Александра Сергеевича Пушкина 10 февраля – особенная дата. 186 лет назад трагически оборвалась жизнь поэта. В старинных усадьбах Везема и Захарова ко дню памяти классика всегда готовятся с особым трепетом, признается директор Государственного литературно-исторического музея-заповедника Пушкина Александр Рязанов. И, конечно, 10 числа это будут торжественные траурные собрания перед памятниками Пушкина. В 14.45 именно в это время перестало биться сердце поэта. Будет возложение цветов. Это всегда по традиции во всех пушкинских музеях, в том числе и у нас. Мы возлагаем цветы к памятникам Пушкина. Любой желающий в этот день может приехать в усадьбы, пройтись по тропинкам, по которым два века назад бегал маленький Саша Пушкин. А также возложить цветы к памятникам поэту, выступить с речью и прочитать стихи. В каминном зале дворца в Веземах, около портрета Александра Сергеевича, в течение всего дня будет гореть свеча. Также в этот день у нас будет день бесплатных посещений. Весь день все выставки, экспозиции открыты для свободного прохода, для того, чтобы люди могли еще раз посетить те места, которые связаны с именем Пушкина. И в усадьбе Везема, и в усадьбе Захарова. Дирекция музея целенаправленно не проводит в этот день никаких культурных и образовательных мероприятий, дабы почтить память великого поэта. Но уже 11 февраля усадьбы вновь начнут радовать посетителей интересными программами. Практически вся декада, все наши концерты, они будут посвящены, конечно, памяти Пушкина. 11 числа будет концерт, посвященный памяти Пушкина, 12 февраля тоже. Это вот такие вот мероприятия, которые у нас будут проходить. Исторические места в Веземах и Захарове, вековые аллеи, старинные усадьбы и предметы быта, которых когда-то касался сам поэт и его современники. Каждый посетитель найдет здесь что-то свое, сокровенное и близкое по духу. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.